Челы, заходите на стримы. Так, ну чё, поехали, смотри, чё у нас здесь. Дитя галактики, я помню такого. Нихрена себе. Так, дамажит он дробящим уроном. Есть у него уклонение, да? Дробящий, дробящий, дробящий. Чисто дроп. Бить его надо проникающим дэмэджем. Пэббл восстанавливает 10% ОЗ в начале сцены. Не активируется, если текущие ОЗ равны одному. Донт лив ми. ОЗ не опускаются ниже единицы. Оглушается при получении смертельного урона. После двух сцен восстанавливает ОЗ, равные текущему ОЗ другого союзника. Если у всех союзников один ОЗ в начале сцены умирает. То есть нужно их вдвоем убивать. Ой. Бля, это очень неприятный враг. Еще там какая-то третья пассивка, но она не влезает. И как ее посмотреть, непонятно. А, вот так. В начале сцены, если есть союзник с 1 ОЗ, включая самого персонажа, все персонажи теряют 10% от Максу З. Давайте, наверное, просто поставим на похуй чисто Оленьку и Марса, и все. Накладывает хрупкость. А что такое хрупкость, напомните? Ждем. оглушен и новолинка счет и нормалек там раздала на самом деле но всем противником 510 глушающего урона все союзники восстанавливают 510 ну давай вот это 1 2 3 как это работает не совсем понимаю 1 это типа отображает то что он меня дамажит 2 это то что у нас пляну это путаница полная будет конечно с этим брену если я вот это применю этому месвичку конец а я в курсе что надо ой простроили младена легко ты слышал что искусство неотделимо от алкоголя ну да искусство ведь дело вдохновения верно тебе это известно быть может мы и правда на одной волне о это что-то новенькое абсент это ликер еще наследие настолько крепко связано с искусством что о нем ходят легенды вот я и подумал что раз я покровитель искусства то почему бы мне не поискать вдохновение в напитке которые проставили те кто искусство создавал крепкое пойло конечно но его вкус просто очаровательный что если анжела не будет а что если анжела будет нас ругать как в прошлый раз давай подумаем об этом позже договорились кстати со мной нет необходимости беспокоиться о вежливости и прочем вообще я бы сказал что мне удобнее быть сдержанным и вежливым посмотри на этот ликер преливающийся оттенками зеленым он чем-то похож на искусство в городе вызывающие имитации не более по факту имитации других имитаций правда я сам не вижу особого смысла быть оригинальным думаю я тоже подражаю кому-то или чему-то как будто оригинальности и искусством вообще есть место в городе все эти самопровозглашенные деятели искусства не более чем психи они ошибочно принимают все что отклоняется от нормы за искусство по сути их поведение похоже на то как мы с тобой сейчас восхваляем этот напиток когда пианист полагаю знатно отклонился от нормы я слышу что его музыка была неописуемо прекрасным раз смогла пробудить этот серый город от скуки ну что-то ну что-что жесть творившаяся в тот день на улицах точно была неописуема некоторые вон до сих пор мучаются от этого спектакля как будто хлопнули по стакану чего-то поистине крепкого а что насчет тебя а я один из них наверное я никогда в жизни не слышал такой музыки раз уж ты об этом заговорил полагают ты проникся к искусству симпатией ты прав если бы мне довелось прожить еще одну жизнь я бы наверное стал художником художником значит я бы мог выражать все свои эмоции на холсте возможно я был бы крайне доволен такой спокойной жизнью и как же такой скромник как ты оказался вовлечен в нечто столь грандиозное как исцеление болезни разума это и для меня загадка не знаю кажется я хотел кому-то помочь опа и кем был этот кто-то перволюбовью любовью ли пусть так все равно ничего бы не вышло и тем не менее я цеплялся за мысль что смогу кого-то спасти что если я дам свою жизнь то смогу дать надежду кому-то другому поэтому я принял участие в исследовании и поэтому я не встал на сторону Анжелы не пора ли нам покончить с этой тупиковой ситуацией наступает рассвет четвертого дня если вы будете тянуть дальше у меня не останется другого выбора кроме как немедленно покончить со всеми вами в этом вопросе я с тобой согласна так нам никогда тебя не победить я боролась не за то чтобы рассеять только половину света не бура как ты можешь соглашаться с ней мы можем потерять все я тоже согласна с Анжелой Эноха отдал свою жизнь не за что-то вроде неполноценного света я не стану рисковать всем ради чего мы работали послушай Анжела если то что ты говоришь правда значит это что погибшие сотрудники смогут вернуться к жизни я это обещаю вы все проснетесь совершенно новыми телами это не сотрется ту боль через которую прошли мы и наши сотрудники мы трудились не для того чтобы даже если сделка будет осуществлена она лишь отсрочит неизбежно как ты можешь гарантировать то что опять не совершишь предательство предательство не говори глупости разве мы когда нибудь собирались за столом и спокойно обсуждали что нам делать со светом нет но я клянусь что выполню данные мною обещания и вы и я нуждаемся во всем свете хоть и по разным причинам я могла бы использовать и те остатки света которые у меня есть сейчас но я предпочту собрать весь свет поэтому мне хочется пожить подольше мне все равно хотите вы умереть или нет я хочу жить своей собственной жизнью и еще мне бы хотелось побольше узнать о городе и об этом мире Анжела как только мы вернем себе весь свет вы будете больны судить меня хотя я конечно не буду сидеть сложа руки это все что я могу вам предложить если никто не возражает я сразу же приступлю к делу тогда я вновь стану стражем и буду следить за каждым твоим шагом похоже что мы пришли к соглашению не волнуйтесь это не будет концом для всех нас жизнь призовет вас вновь а до тех пор вздремните те кто вслух говорят о том что хотят умереть нагло лгут на самом деле они хотят жить больше чем кто-либо другой поэтому они высказывают это желание в такой извращенной форме если кто-то искренне хочет умереть он бесследно исчезает когда Анжела сказала что хочет жить внутри меня что-то ёкнуло ведь я тоже хотел сохранить свою жизнь чувак никому не хочется умирать за несколько мгновений до смерти каждый жалеет о том что так вышло но это понимание приходит слишком поздно а ты как я погляжу хорошо разбираешься в такого рода вещах корректировщикам доводится видеть самых разных людей когда я увидел ее отчаянное желание жить оно напомнило мне о многих сотрудников которые в лоботоме корпорейшн умирали прямо у меня на глазах ирония заключается в том что мы пытались спасти человечество но не смогли защитить людей находящихся рядом с нами вот тогда то я и подумал если бы я мог жить дальше что бы я сделал да думать о своем следующем шаге всегда полезно а что насчет тебя ролл когда ты получишь свободу ты снова станешь корректировщик но об этом я потом подумаю мне еще предстоит пройти долгий путь до тех пор давай делать все что в наших силах ну а пока за нас звучит как раз за нас третий левел добавлено новое задание о вот это прикольная темка в течение трех сцен все союзники восстанавливают 10 максузе в начале сцены не более 12 ну слеза типа опасная достаточно ее если юзать только на самого живучего чела который точно не сдохнет городская чума он говорит что нет во мне болезни сцена 4 городская чума мой дорогой тельма ты бы не смог сохранить свою должность главы южного филиала без моей помощи так что может быть тебе стоит вернуть должок конечно чего ты хочешь на этот раз я хочу чтобы твои люди позаботились обо всем что указано в этом списке в скором времени я смогу найти то что так хочу заполучить какие нелепые запросы тем не менее у меня есть подходящая команда да я угадаю секция 2 верно видишь я очень хорошо знаю своих друзей список также входит библиотека с которой ассоциация хана которой ассоциация хана присвоила статус городская чума собственно именно сейчас она интересует меня больше всего ролан ролан да стоп что теперь нам придется основательно готовиться к приему гостей из крупных синдикатов и крыльев верно ого ты в третий раз сумела меня удивить о чем ты ты только что назвала меня роланд но ведь это твое имя это да но раньше ты так ко мне не обращалась но уровень доверия к тебе возрос и мне хочется закрепить наши отношения поэтому я обратилась к тебе по имени тебя что-то не устраивает это скучный ответ и все же прошло довольно много времени с тех пор как кто-то называл меня по имени последний раз это было в кругу моей семьи наверное разве ты не говорил что твоя бабушка давным-давно пропала без вести о видишь ли у меня была жена как интересно да ведь не про то что я сумел жениться верно тебя заинтересовала сама концепция неэффективной практики известной среди людей как брак я правильно понял пожалуйста расскажи мне побольше о своей семейной жизни предупреждаю эта история банальна и у нее грустный конец не думаю что она тебе понравится мне интересны любые истории других людей но ты отказываешься рассказать мне свою я не могу заставить себя заговорить о ней я от нее слишком устала моя история скучна и неинтересна ведь она повторялась снова и снова на протяжении десяти тысячелетий представь что ты читаешь одну и ту же книгу в течение миллиона лет она тебе наверняка сочертей я бы уже на момент пятого прочтения повесился на своем галстуке ладно проехали я бы хотел начать с того что мне приходилось трудиться как не в себя иначе я бы просто не выжил работа корректировщика мне неплохо подходила ведь я выходец из неблагополучного района и все такое поскольку я пахал как роботый мне удалось приобрести приличный дом и встретить как говорится родственную душу она была очень суровой женщиной но смотря на нее меня посещало такое чувство словно я нашел то самое место для которого я появился на свет даже когда я купил себе дом я не испытывал этого чувства я постоянно пытался привлечь ее внимание меня понесло да все нормально продолжай мы часто виделись друг с другом как-никак работали в одной отрасли к слову моя жена была корректировщиком довольно высокого класса на нее можно было положиться так или иначе после бесчисленных перепитий мы связали себя узами брак на словах это просто но моя душа буквально болела во время всех этих превратностей судьбы в конечном счете мы работая как собаки накопили немало денег поэтому решили на некоторое время отойти от дела и провести время вместе ни о чем не беспокоясь прозвучит банально но счастье это единственное слово которое описывает то что я чувствовал всю свою жизнь я был одинок и наконец-то нашелся человек которому я мог доверять все что нас заботило это меню на обед место для вечерних прогулок имя нашего будущего ребенка и так далее и вот однажды мне позвонили и предложили разобраться с одним запросом вдали от дома ты наверное уже догадываешься что потом произошло работа была не пыльной из-за нее хорошо платили так что я согласился супруга поддержала мое решение меня отправили в район где готовили прекрасный поджон любимое блюдо моей жены когда она провожала меня я прямо видел как у нее текли слюнки уже от мысли о том что она его съест чтобы оправдать ожидания моей второй половинки я купил сазисную коробку от ю корп чтобы поджон был теплым будто спыл с жаром но пока я был занят в моем районе произошел крупный инцидент наш дом рухнул и моя жена умерла вместе с нашим неродившимся ребенком я долго плакал проклиная этот мир и город я приложил столько усилий чтобы заслужить свое счастье оно так легко выскользнуло из моих рук в общем на этом моя история подходит к концу такое могло произойти с каждым это вопрос силы духа и твой дух был достаточно силен чтобы выдержать это испытание твой дух был достаточно силен чтобы выдержать это испытание я до сих пор пытаюсь смириться со случившимся кстати чем я тебя удивила во второй раз что наверное тем что работаю библиотекарем подходит мне больше чем я думал но самый сюрприз самый большой сюрприз я приберег напоследок будет скучно если я разрушу интригу раньше времени ведь так хорошо как скажешь не забудь разобрать книги теперь вам доступен перенос пассивных умений перенос пассивных умений перенос пассивных умений позволяет вам добавлять в ключевые страницы в ключевые страницы пассивные умения других страниц все страницы которые были вами модифицированы можно посмотреть в меню улучшенные страницы а страницы которые были использованы для переноса пассивных умений в меню приписанные страницы Это типа можно собрать ультра какую-то страницу e-бампера Чтобы войти в меню переноса пассивных умений, просто нажмите на текущий список умений любой ключевой страницы Нажмите на ключевую страницу, чтобы приписать ее к модифицируемой странице А они при этом исчезают, что из списка умений прописанных страниц выберите те, которые вы хотите перенести Каждый из умений имеет свою стоимость, и у всех ключевых страниц есть ограничения на максимальное число приносимых умений Также учтите, что на одной странице не может быть два одинаковых умения Их просто нельзя экипировать больше будет А отменить типа можно? Так, что-то я пропустил, а где это еще раз делается вообще? Если в конце сцены в руке три или менее страниц получает одну силу в следующей сцене Ну это разъёк Восстанавливает три УЗ, когда сбрасывает страницу Это пиздос Они у нас ни к чему не прикреплены сейчас? То есть вдруг я сейчас какую-нибудь страницу прикреплю, а она за кем-то другим, значит, нет? Еще два можем, да? Залить сюда Два УЗ в начале каждой сцены, это тогда она вообще будет восстанавливать там миллиард хп по сути Ну давай, наверное Давай так и забахаем Так, надо теперь тогда Оленьку кому-то ставить из крутышей опять же наших Давайте через Ольгу, наверное, пойдем лучше Если там будет рассказываться про поезд, мне хочется про поезд узнать, что дальше произошло там Так, ну тогда мне нужно поставить Ольгу, наверное, куда-то сюда вместо вот этого Так, погнал Нихрена себе, это что за доктор Октавиус? Подтверждаю посадку офиса Маляров на поезд Вы установили устройство? Угу Бонус, как проходит наблюдение? Далок помогает мне, но даже вдвоем нелегко за всем уследить Надеюсь, мы сможем найти хоть какие-то зацепки Я знаю, что поздно об этом спрашивать, но ты уверен, что эта работа заслуживает доверия Напомни, в какой раз я тебе говорю, что за нее нам обещали 200 миллионов ан Эту работу нам поручил офис трости, и мы можем им доверять Проблема не в оплате, и не в том, кто нас знает Если нас поймают за попыткой раскрытия секретов сингулярности, нам конец Никто не станет нас защищать Я понимаю, тебе страшно, потому что с Викорп сотрудничает с Эркборпом Надо отступать Но отступать уже некуда, ведь так? Да будьте у нас выбор, мы бы не пошли на такое Варп Бойс отправляются через 5 минут Я все еще не могу понять вот что Неужели Викорп настолько глупа, что позволяет нам шпионить за ними с помощью какого-то устройства для наблюдения? Это устройство нам дал офис трости По словам его оператора, оно бесценно, так как на весь город найдется лишь пара аналогов К тому же мы сами проверяли, на что оно способно Да, в городе всевозможных гаджетов и технологий не честь Но все идет слишком гладко У меня дурное предчувствие Внимание, поезд отправляется Принял, ждем 10 секунд 9, 8, связь с устройством записью чего бы то ни было установлено 7, стоять Какого? Корректировщики Оркса Маляров исчезли Мы больше их не наблюдаем Как они не могли исчезнуть в варп поезде? Он еще не прибыл в функт назначения Так и знал, что с этим устройством что-то не так. Говорил же. Все шло слишком гладко. Устройство тут ни при чем. Ты что, не видишь, что оно все еще работает? Что-то случилось с поездом. Возможно, возникли неполадки сингулярности. А может, они заметили наше устройство и как-то взломали его? Его не так просто взломать. Даже V-Corp вряд ли на это способна. И тем не менее. Может быть, они глушат сигнал, чтобы предотвратить утечку сингулярности? Офис Трости ведь не изучил все возможности V-Corp и ее технологии, прежде чем дать нам этот запрос. Я так сойду с ума. Мы идем на смерть ради каких-то 200 миллионов ан. Может, перестанешь ныть? Возможно, нам поможет вот эта бумажка. Она словно знала, чем мы занимаемся. Нам предлагаются книги офиса маляров. Этого не может быть. С момента их исчезновения не прошло и минуты. Библиотека. Я что-то о ней слышал. В последнее время она на слуху у корректировщиков и синдикаторов. Итак, что будем делать? Отправимся в библиотеку без предварительной подготовки? Ничего другого нам не остается. Даже если речь идет о 200 миллионах ан, я не хочу ставить на кон свою жизнь. Походу, библиотеку не гарантируют нам успеха. Если мы получим мой в книге офиса маляров, то сможем понять, что произошло в поезде. Хоть бы все не стало еще хуже. Блин, это корректировщики сраные. Какие-то роботизированные твари просто. Выглядят они жесточайшие, если честно. Невероятно, некоторые жители города действительно пытаются раскрыть секреты сингулярности. Естественно, это может принести огромные деньги. Бьюсип закладывал, что Элькорп также прикидывал немало усилий, чтобы... Прикладывал немало усилий, чтобы скрывать тайны своей сингулярности. Экологичная энергетическая компания, основанная после Домовой войны. Благодаря вашей корпорации мы смогли освободиться от того удушливого дыма. Я ведь тебе уже говорила, да? Будучи заточенной под землей, я просто следовала сценарию. Может ли сингулярность быть украдена, если раскрыть ее секреты? Нет. Все не настолько просто. Наши гости, наверное, пытаются определить принцип работы сингулярности, чтобы продать эту информацию нужному покупателю. Вроде другого крыла. Или большого синдиката. После этого покупатель будет использовать информацию, чтобы шантажировать крыло, но не более того. Даже если знать, как заставить сингулярность работать, скопировать ее не получится. Ведь все они запатентованы. И как вишенка на торте, все патенты находятся в руках главы. Все всегда сводится к деньгам. Как бы то ни было, мне стало интересно, что же случилось с тем варп бойзом. Давай сначала примем наших гостей. Как любопытно. Я не могу сделать каких-либо наблюдений об этом месте. Виден результат, но не процесс. Похоже на феномен искажения, о котором в последнее время говорит буквально каждый. По что мы ввязались? Приветствую вас, дорогие гости. Откуда у вас книги офиса Малярова? Его характеровщики были в арп-поезде. И должны были выйти всего через несколько секунд. Действительно. Откуда у нас их книги? Из вопытки раскрыть секреты библиотеки нужно дорого платить. Аналогично, для понятия принципа работы сингулярности необходимо идти на отчаянные меры. Ведь так? Банальный вопрос, банальный ответ. Я понятия не имею, что происходит. Если ваши книги так же загадочны, как и сингулярности, надеюсь, их цена равнозначна. Желаю вам найти здесь вашу книгу. Мини-пут. Бзз-бзз. При успешном попадании дополнительно наносит 1-2 урона, если нацелено ложен паралич. А вот все вот эти вот сцены, которые были, ну, все 4 сцены на выбор, они по балансу все плюс-минус одинаковые? Или что-то реально сложнее, что-то реально легче? Тут всего один этаж, да, то есть нельзя пригласить других человек. Зачастую слева направо сложнее. Но челяктор наносит 1 паралич 3 случайным противникам. Охуенно. То есть всем. Ну, поехали. А разве нет какого-то абуза, типа, в главное меню выйти и, типа, засейвить книжку, если видишь, что ггшка? Или если выходишь отсюда в главное меню, то все равно просирается книжка. Просирается, да? Аль-ТФ4? Понятно. Ха-ха-ха. Ну, ладненько, ребятишки. Так, у них, кстати, всего по одному броску. Так, давайте изучим, чего они вообще делают. В следующей сцене дает 3 силы. 5-15. Да, это жестко. И у нас уже паралич, то есть мы сейчас прямо с первого хода уже насасываем. Вот как бы нам дефаться нужно, получается, в этом пассе. В этот ход. Так, Гаэти нужно сбрасывать карты, анивей. Еще у них, кстати, по резистам. У этого чела все среднее. Давайте попробуем влететь с этой хуйни. Не вот так. Так, паралич все равно на Гаэти, кстати. И на этом. На Коте. Чуки, я ведь правильно понимаю, что, типа, если я выбрал в этом кубике карту, которая сбрасывает другую карту, но и во втором кубике я выбрал вот эту карту, то все равно она завязает две карты. Она, типа, не завязает вот эту карту и сбросит эту карту. То есть, как бы, если они выбраны в кубике, они в любом случае провязаются, да? Это хорошо. Можно попробовать через этот сыграть. А, ну, блин, у меня всего эти две карты. Ну, точнее, три энергии всего лишь. Ладно. Планини не сработало. Больно. Я чувствую боль. Не знаю. Ну, наверное, да. Блин, два пролеча. Это, конечно, полная залупенция. Ладно, пофиг. Давай. Просто два урона всего лишь был. Бам. Да, ребятушки, вы знаете, что такое черт обремяса? А, блин, нам же нужно, кстати, наносить урон обязательно. Не забываем. Да, это жестенько. Что тут можно сказать? Хорошо. Так, нифига там свинка. Винки-винки, пиги. Не знаю, какие там были хорошие книжки, но... Окей. Лоботомик Корпорейшн производила чистую энергию. В-корп обеспечивает быструю и надежную транспортировку. А что за счет... А что за сингулярность у R-корп? Наверное, это какая-нибудь установка, способная пальчиком и клепать эффективные машины для убийства? По идее, ты должна больше об этом знать, если... Вы же сотрудничали с R-корп, разве нет? Я уже неоднократно говорила, что такие подробности мне неизвестны. Я не была заинтересована в том, чтобы это выяснить. Тем не менее, учитывая то, что я наблюдала за тем, какими сильными были многочисленные отряды кроликов, скорее всего, ты прав. Они не только справлялись с почти каждой задачей, но и очень эффективно щипали траву на объекте. Интересно, откуда у R-корп столько квалифицированных бойцов? Черт его знает. Я ведь не важная шишка, которой ведомы все секреты корпораций. Каждое крыло скрывает принципы работы своих сингулярностей как только можно. Возьмем искажения и аномалии. Видны только результаты, а не сам процесс. То же самое относится и к сингулярностям. Человечество, не понимая процесса, лишь потребляет результаты. Ибо нет смысла все усложнять. Почему задавать вопросы о технологиях, которые исправно работают? Люди просто тратят деньги и получают то, что хотят. Нет причин задумываться о том, как все устроено. Полагаю, то же самое можно было и сказать и про Lobotomy Corporation. Верно. Все, что нам нужно было, это результат. И не важно, сколько человек было принесено в жертву в ходе процесса его достижения. Вот видишь, в этом плане все крылья одинаковые. Так, а вот скажите, гайз, сейчас стоит идти на эту темку или лучше сходить на какой-нибудь другой сюжет? Там не будет ультра-насилия? Ну давайте тогда лучше по порядку, наверное, все проходить. Потому что это уже реально следующее звено. И думаю, что там может быть тяжело очень. Минус такого в том, что нам придется как бы несколько сюжетных линий, несколько как бы каких-то вот таких вот диалогов держать в голове сразу, да? И обо всем стараться запоминать. Но, наверное, это будет наиболее правильный вариант, все-таки по очереди все делать. Так, стоп, а давайте сожжем книжки-то, е-мое. Страницы Даллока. О, Генми два кубика. Постанавливает один свет в конце сцены, если персонаж не использовал какие-либо страницы в этой сцене. О, еще пару легендарок выпало. Короче, я пока нихуя не понял, чуваки, как это работает. Ваш чай готов, мастер. Спасибо, Филипп. Мастер. Боже мой. Неужели новости о моем старом приятеле правдивы? Сегодня ты приготовил крепкий чай со стойким ароматом. Молодец, что смог мне угодить. Благодарю вас за комплимент, сэр. Могу я спросить, что именно вам сообщили о вашем приятеле? Филипп, ты слышал? О библиотеке. Да, но кроме того, что она городская легенда, я мало что знаю. Недавно она была произнесена до статуса городской чумы, и похоже, что секция 6 ассоциаций цвай стала ее жертвой. Тогда под старым приятелем вы имели ввиду... Да, Вальтера. По-видимому, он тоже погиб в библиотеке. Старый глупец. Он так старался подняться по служебной лестнице, что в конечном итоге так глупо погиб. Соболезны. Я слышал, что когда вы еще служили в цвай, он был вашим другом. Полагаю, ее смерть задела вас за живое? Нет, малыш, не задела. Вальтер никогда не был моим другом. Простите? У него не хватило потенциала, чтобы стать способным корректировщиком. Он был умен, но мыслил одномерно. А его риторические вопросы... Боже, как же они меня раздражали. Тем не менее, раз его... за все время службы так и не понизили, думаю, у него было что-то наподобие таланта. А может, это была находчивость или удача? Фу, опять этот запах... Санхвачха. Санхвачха. Опять этот запах Санхвачха. Почему сегодня еще он сильнее? Здравствуй, Санобе. Санбе. Привет, Филипп. Похоже, что твой мастерство по приготовлению чая с каждым днем все растет. Да я не вызывал тебя. Успокойся, Сири. Безусловно. Когда речь заходит о заваривании Санчхва... Санхвах... Бля. Санины какой-то, короче говоря. Филипп настоящий эксперт. Думаю, мне стоит поучиться у него, чтобы я мог как-нибудь приготовить этот замечательный чай для своей жены. Спасибо. Кончай наивно улыбаться. Ты пришел к нам в офис не для того, чтобы готовить чай. Юна. Филипп также показал прекрасные результаты в бою. Теперь он гораздо гордо носит звание корректировщика пятого класса. А если бы его мастерство приготовления... Сможно было присвоить класс, думаю, Филипп получил бы цвет. Его цветом, наверное, был бы ярко-желтый. Таким же, блядь, как у мочи, которого ты пьешь, дедуля, сука. Такой же, как у желтка, плавающего в чашке. Или как у моего любимого цветка. Порзиции. Прошу вас, мастер, прекратите шутить. Филиппу нужен надежный пример для подражания. Я вот позаботилась о запросе по поводу тысячи игл. Ого, Санбе, это просто невероятно. Самостоятельно справилась с запросом статуса городской легенды. Жесткая девочка. Чем она вообще воюет, типа, что это такое за футляр? Виолончель, нахрен? Тем не менее, это дело было очень опасным. Я не знаю, откуда мои противники достали фокусировщик резонанса мозгового ствола. Но с его помощью они начали сливаться воедино. Здание плавилось, из него появлялись сиклы. И те, кто ими укололись, начинали взрываться, погружая все в хаос. Это было ужасно. И виновником всего случившегося. Так и предполагалось, был вчерашнее обещание. Да, наверное. Я не хотел в это верить, но похоже, магия действительно существует. На каждой игре были вырезаны странные символы. Я впервые слышал об устройстве, которое способно такое устроить. А может это был какой-то неизвестный прототип. Все же ты справилась с этим сложным запросом и вернулась живой. Юна, ты гордость нашего офиса. Только вот мне кажется, что я одна тут работаю. Арендная оплата очень высока. Ведь наш офис расположен в гнезде. Вы же знаете, что оплата за запрос, с которым я справилась, ее не покроют. Не беспокойся о нашем финансовом положении. Я получил запрос, благодаря которому мы сможем в течение трех месяцев ни о чем не волноваться. Это дело что, связано с какой-нибудь городской чумой? Совершенно верно. Городской чумой? Можете рассказать поподробнее? Наш офис будет работать один? Запрос касается библиотеки. Я пытался связаться с нашими товарищами из офиса Клина. Но сейчас у них, похоже, своих дел хватает. Поэтому нам придется полагаться лишь на самих себя. Кроме того, этот запрос был поручен нам непосредственно с Ассоциацией Ицвай. Возможно, они посчитали, что с ним справится лишь тот офис, который зарекомендовал себя в бою. Ясно. Тогда я сделаю несколько звонков. Спасибо, Юн. Это мой первый запрос статуса... Запрос статуса городской чумы. Верно, Филипп. Я прекрасно понимаю, как ты напряженна. Постарайся расслабиться. Считай, что это дело будет для тебя полезной практикой. Запоминай то, как работаю я и как действует Юна. Слушайте, если мы справимся с этим запросом, почему бы нам не закатить вечеринку у вас дома? Как в прошлый раз. Ты, как всегда, думаешь только о еде, Юна. Но вы ведь прекрасно знаете, как сильно я люблю вкусно поесть. А ваша стряпня просто обалденная. Вечеринка. Что с лицом? Что с лицом, Филипп? Филипп, что с лицом-то? Разнервничался из-за запроса? Нет, ничуть. Ну ладно, я пошла готовиться. Филипп, когда мы закончим с этим делом, мне нужно будет с тобой поговорить. Филипп, когда мы закончим с этим делом, мне нужно будет с тобой поговорить. О чем? О том, что ты в последнее время постоянно встревожен. Хорошо, мастер. Дед все еще работает корректировщик. Ты знаешь его? Ну, как знаю. Мне довелось с ним несколько раз пересечься, а также он оказал мне пару услуг, только и всего. Слово, он корректировщик-ветеран. В молодом возрасте он прославился во время дымовой войны. Я заметил, что у него много связей. Вот только сейчас он, как и я, на мели. Однако ему, наверное, живется лучше, чем тебе. Вот зачем ты об этом напомнил? Какой красивый интерьер. Напоминает мне фабрику, которую мы атаковали в рамках запроса о полночных бургерах из поджелудочных. О, господи, не напоминай о том деле. Тем более, между ними нет ничего общего. Я имел в виду, что та фабрика тоже выглядела слишком чистой до места, где постоянно происходят ужасные вещи. О, Филипп, из-за твоего рассказа я чуть был и снова не прочистил вкус приготовленного тобой. Пошел нахуй, дедуля, не произноси это при мне, пожалуйста. Простите, мастер. Приветствую вас, дорогие гости. Здравствуйте. Ты должна быть Анжела? Да. Я директор библиотеки и ее библиотекарь. Скажи мне, мы можем тебя убить? Не знаю, но может попробуйте. Ясно, ясно. Отвечая шутками на шутки. Мастер, может хватит разговора? Анжела, после того, как ты обогрила свои руки кровью стольких людей, не думай, что мы над тобой жалимся. Вам тоже не стоит надеяться на милость. Желаю вам найти здесь вашу книгу. Мне нравится, как все приходят такие, типа, Ммм, прикольненько, здравствуйте. Да, да. Просто резня, сука. Рубим дедов, рубим малышей, любим малюточек, рубим, блядь, девчулик. Всех рубим. Всех в мясорубочку закидываем. Ни хрена у них тут легендарочки, смотри. И сам дед легендарный еще. Охренеть, у него две легендарки получается? Одна попытка, да, опять. Это разъеб от деда, на самом деле. Он дефает челов, смотри. То есть деда надо первым убивать. В начале акта три случайные, и союзник получает две защиты. Это пиздос. Как же он будет стакать защиту? Офигеть, смотрите, у него написано. В конце каждой сцены дает три силы, если нет других союзников. Короче, надо ее второй убивать. Чего дает мощь, равную уровень эмоций, умножить на два. Бля, они все как-то в лейтгейм уходят, если честно. Жесткие чуваки. Бля, ну надо первым дедуля, получается, убивать по любасу. А он, сука, как раз-таки и ждет, чтобы его первым убивали, потому что он является танком при этом всем. Жесточайшим. Но если мы будем убивать кого-то другого, мы просто-напросто их не убьем, скорее всего. Потому что дедуля будет стакать им деф. Ну погнали, че я могу сказать. Надо дедуля первым фокусить, походу, все же. А, ну хотя погоди. Стоп, это в начале акта. То есть это один раз на первый ход только. Но у него была ульта какая-то, да? Не факт, что он, типа, эту ульту будет юзать. Но в целом можно попробовать зафокусить сразу девчулю. Или Филиппа. Ну погнал. Да, на фоне их карт, наши карты выглядят уже как полная сосисечка. А, я неправильно вошел, да? Да, надо наоборот. Блин, я думаю, кого бы нам зафокусить здесь, или как вообще нам сражаться-то? Не такой уж и легкий файл. Дали нам поебальничку нехило. Я не знаю, пульсация здесь вообще нормальная тема или нет, учитывая, что у них защита может быть супер дохера. Но с другой стороны, если мы сейчас начнем пульсацией, пока они не настакивают защиту, мы можем наносить им урон. Бля, давай рискнем похуй. Защиты больше нет, но вот сейчас будет. Блин, он сразу легендарку из-за... Ааа, плохо. Бля, давай рискнем похуй. Так, надо подзакрыть, наверное, я сейчас... 1-3-6, сука, маленькие слишком значения. Это мне нужно выбить почти максимальное значение. Ааа, сила же есть, да, плюс одна. Ну вот давай попробуем, ладно. На нахуй. На нахуй. Филипп домашний питомец. Вайл, 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 мистер дедуля. Открывайте ротик, сейчас туда летит моча моя, черт убери. Ольга сейчас и глушится. Есть такое. Но мы ее никак не закроем. Дедуля тоже оглушится. Ваши последние слова, дедуля. Их нет, вы оглушены. Извините. И че нам не дали дополнительные книги, блин, че закал? После стольких лет дед ни капли не изменился. Ну, кажется, не узнал тебя. Характеровщикам за время службы доводится пресечься с таким множеством людей, что становится невозможно запомнить все лица. А учитывая то, что он имел более обширные связи, чем у обычного сотрудника офиса, не мудрено, что он меня забыл. Это вполне естественно. Он уже старый, вполне возможно, память начала его подводить. Тогда почему ты не сказал ему, что вы были знакомы? Я не хотел устраивать неловкую сцену. Было бы очень странно, если бы я обратил его внимание на тот факт, что мы когда-то пересекались. Представь, что ты в самый разгар боя говоришь своему противнику. Ну, эй, три года назад мы были приятелями, помнишь? Это было бы жутко неловко, да и неуважительно, в конце концов. Не сказать, что я не поддерживаю то, как ты заметаешь все следы наличия у тебя каких-либо связей. Это да, мне давным-давно стало наплевать на построение дружеских отношений. Я постоянно напоминаю себе следующее. В этом мире никогда не знаешь, собирается ли тот, с кем ты непринужденно шутишь, в один прекрасный момент всадить тебе в нож спину. И я уверен, что дед знал это лучше, чем кто-либо другой. А, он сбежал. Мудила тогда он получается. Ну, вот такую легендарочку мы выбили, как минимум. В следующей сцене накладывает две защиты нас... Ну, это хорошая темка, на самом деле. 7-18. Надо еще раз убивать их, нахрен, да. Да, вот это жестко тоже, неплохо. Горение накладывает. Вообще, нам надо, походу, уже билд менять немного, да? По крайней мере, для Роланда и для кота в кустах. Роланда и для кота в кустах. Пока. 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 Пока.